Здравствуйте, меня зовут Ирина, я представитель компании Rave Group. Мы занимаемся производством кофе, а также продаем его в розницу и в опт. Сегодня на уроке бариста я вам расскажу немножко о кофе, приготовлении эспрессо, взбивании молока и минимально вам покажу, как обслуживать оборудование. По тейперу я сужу, кто профессионал бариста или нет, он понимает, что он делает или нет. Это очень-очень важный инструмент. Важна его форма, важен его диаметр, важен его вес. Кофеварки бывают разных типов. Есть широкие корзинки, они имеют 58-57 мм. Есть узкие, но глубокие. Это все тоже влияет на вкусовые качества. Очень важно, чтобы наш холтер и темпер были правильных диаметров. Иногда мы берем, это походу вообще 58 диаметр холдера, а здесь 57, то есть он уже шатается. У нас есть уже вариантность в том, что мы не сможем сделать правильную таблеточку. Если я ставлю 58, он уже как раз, то есть он не шатается, он четко стоит в диаметре. Это то, что касается именно по диаметре, по весовым качествам. Можете попробовать, эти три темпера имеют разный вес. Это уже свои личные предупредности, то есть я люблю более тяжелый темпера, чтобы его чувствуешь в руке хотя бы. Потому что иногда есть пластмассовые, либо алюминиевые, с деревянной ручкой. Но у меня это детский сад, то есть это какие-то игрушки детские. Поэтому каждый для себя выбирает ручку, материал, качество самого темпера, форму. И каждый из них, если вы его пробовали сверху, вы почувствуете, что он по-разному лежит в руке. Поэтому темпер подбирает каждый спад себя. Это для меня просто идеально. По ручке мне подходит пальцы, просто ложатся вот этот вот изгиб. Мне очень удобно, но мне они очень нравятся. Вот также можно делать регулировку в этих. То есть собираете себе колечко, кого пальчики дольше, кого короче. Вот это все индивидуально подбирается. Следующий этап. Это состояние темпера. Выпуклость и тому подобное, оно все влияет на нашу будущую таблетку. Я на этом покажу. То есть уже можно. Вот так делать нельзя. Я за это... Я над вашим старым. Нельзя. И вот так тоже делать не надо. Каждая эта царапина, каждая эта выпуклость. Вот эта красненькая, я очень люблю на нем показывать. Он еще не самый страшный, который может быть, но он уже поврежден. Вот это все будет в наши маленькие ямочки. Через эти ямки, когда вода проходит через кофейную таблетку, она проходит под давление в 9 атмосфер. Она просто разбивает это все в дело. И вода просто проходит. Вот так же есть и высота. Высота выше, ниже. Опять же, оно все должно подбираться под корзинку. То есть если корзинка более глубокая или более там на больше или меньше грамм, потому что у них тоже есть разных вариаций. Есть 9, есть 8, есть 7, есть 10, есть 12 и пошло-поехало. Это все тоже подбирается под высоту. Поэтому что-нибудь, потому что всегда владельцы кофеин, заведения любят на этих аксессуарах очень сильно экономить. И когда мы просим, что нам это не подходит, и говорим, что нам нужно что-то лучше, а и так сойдет. Поэтому выбор темпера это очень индивидуальный и очень личный момент. Поэтому каждый для себя должен его как-то подобрать. И если это нужно в заведении, значит нужно объяснить нашим владельцам, что это нужно для того, для того, для того. Если оно будет более это легким, это будет опять же некачественное. И качественную температуру мы сделать не сможем. Если нет будет температура, не будет и кофе. Так, следующий этап. У нас еще такое важное есть. Питчер. Не пинчер, не гинчер, не блинчер. И вот та штука, которая сбивает молоко, это питчер или джак. В крайнем случае молочник. Опять же, для себя я выбрала именно такую форму. Сейчас объясню почему. Каждый питчер имеет свою какую-то специальность, какое-то свое направление. Если вам нужно просто сбивать молоко, и латте-арт вам не нужен, можете взять любой, даже чашку. Все равно, в чем сбивать. Если вы хотите заниматься профессиональным латте-артом, вам нужно иметь правильный аксессуар. Это обязательно узкий верх и широкий низ. То есть нет бочоночек. Это, в принципе, хорошо для просто взбивания молока, но рисовать вам будет в нем очень сложно. Сейчас объясню почему. Чем шире верх сам по себе, тем молоко будет иметь более, сама пена будет иметь более плотную структуру. Она будет разбиваться об стеночки и сразу формировать какую-то большую, хорошую, плотную пенку. Если у нас широкий верх, это значит, что молоко себе крутится, 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 крутится. Что-то там сбило, что-то не сбило, сплошилась куча пузырей, которые потом не пропадают и начинаются. Это тоже делать нельзя. Ладно, вы привыкли. Не пожалеете гостей, которые пришли посидеть себя тихо моют на месте. Они слушают вот это дуф-дуф-дуф. Это не есть приятно. Тем более, вам тоже за целый день будет голова уже болеть, если вы работаете в кофейне. А как же пузыри выйдут? Мы должны сбивать молочко так, чтобы этих пузырей либо не было, либо они были очень-очень минимальны. Покажу вам лайфхак еще. Если у вас все-таки получились пузырьки, вы оставляйте это молоко и идите себе готовьте эспрессо. За то время, пока вы готовите эспрессо, молоко расслаивается. И потом их просто движениями круговыми вам будет намного проще их разбить. Они будут более твердые, они себе разбиваются об стеночки. И естественно, потом получается красивая однородная структура своего молока. Тем более, если у вас будет очень широкий верх, вы не сможете качественно размешать молоко спиной. Оно будет просто себе кружиться, кружиться, кружиться. Либо вы уже там будете как-то руки выкручивать себе, там на бок ставить, чтобы более качественно можно это было размешать. Важный этап – стенки. Я всегда люблю этот момент, когда относятся к мальчикам, девочкам отдельно. Потому что у девочек более высокий болевой порог. Когда мы взбиваем молоко, мы можем его просто перегреть. В том случае, потому что нам не больно, мы себе греем, 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 греем. Для этого, чтобы в руках пока ставится, мы используем хотя бы градусник для того, чтобы поднимать, которая температура нам нужна. Когда девочки, они берут себе либо средние стенки, либо тонкие стенки, чтобы раньше всего почувствовать правильную температуру, чтобы не перегреть это молоко. Если это мальчики, мы у нас более нежные, у вас болевой порог намного ниже. Мальчики используют либо средние стенки за толстичиной, либо очень грубо для того, чтобы молоко догреть. Потому что очень часто мальчики его выключают раньше. Это относится к этапу постановки руки. Потому что, когда мы уже налогчились, мы уже понимаем то, что мы делаем, мы можем даже использовать, взбивать молоко на звук. Не обязательно пробовать само молочко. Тут вопросы есть. Тут все понятно. То есть они кардинально разные. Важный этап, опять же, относится к постановке руки. То есть руки, пока мы учимся воспринимать температуру, мы используем наш градусник. Эспрессо-шот, мерный стаканчик, кто его как называет. Он используется именно для всяких тестов. Скорее, кофеварка ли правильно отдает дозу, или для себя попить. То есть эта штука всегда должна. Потому что очень часто заведение ставит на программирование саму машину, чтобы включил кнопочку, она сама себе выключилась. Но очень часто, когда перебои электрики или какие-то другие технические проблемы, дозиметры, они сбиваются в кофемашинах. Бывает так, что нужно за этим смотреть. Но мы все время забываем. То есть даже маленький перелив от 1 мл в 2 мл, они будут влиять на вкус. Позже мы об этом тоже поговорим. Это для того, чтобы следить за нашей порцией, которая выходит из кофемашины. Ложки. Мерная ложка обычная для набирания кофе. Там свешиваются какие-то разные порции и тому подобное. Это ложка для каптестинга. С помощью каптестинга это когда мы пробуем на дефекты само зерно, которое нам, допустим, пришло. Когда приходит новая партия и тому подобное. Как это делается? Скорее всего, это либо просто заваривают кофе в чашке, засыпали туда молотый кофе, оно заварился. И мы пробуем на всех вкусовых рецепторах. То есть можно так пробовать и эспрессо, и какие-то другие напитки. Такая ложечка, она просто удобно распространять все вкусовые качества во всей полости рта. То есть когда мы все рваем, мы должны распространить весь кофе на задний кончик, на заднюю часть языка, на передний кончик, по бокам. Для того, чтобы почувствовать, почувствовать самый натуральный вкус того или иного кофе. Это также делает что в эспрессо, что и в других альтернативных способах заваривать. Сливочник. Сливочник используется для подогрева молочка, для подогрева сливок и тому подобное. Очень часто делают через него латте тот самый. Но для латте не рекомендую использовать железные всякие разные принадлежности, которые будут соприкасаться с нашим будущим кофе. Потому что кофе любит больше всего либо керамику, либо прогретое стекло. С некачественной нержавейкой кофе может просто вступать в реакцию и менять свое, опять же, вкусовое качество. Так, пошли дальше. Слепое, сыто. Необычно, это запасно. Это просто так. Для чего оно используется, Жень? Для моих кофемашин. Правильно. Если его нет, можно использовать либо резиновые заглушки, либо, если еще, опять же, лайфхак. Знаешь, какой? Мусорный пакет. Вырезаем. Вырезаем квадратик, наставляем туда, засыпаем туда либо химию, либо лимонную кислоту. Лучше всего, естественно, иметь профессиональную химию. И моем. Это тоже мы потом все посмотрим. Ручка Лилата Арта. То есть они тоже есть разных размеров. Это, проще говоря, это просто понты. Можно обойтись себе за это. Отвертка. А почему у вас отвертка в этом, в чемоданчику людьми так надо? Без отвертки бариста никуда. Если это профессиональный бариста, это настройка температуры, это открутка групп и пошло-поехало. То есть это должно быть в арсенале бариста. Потом мы тоже с этим еще поработаем. Вот. Весы должны для того, чтобы мы, во-первых, свешивали ту порцию, которую нам дает кофемолка, или ее перепроверяли для того, чтобы, потому что каждый миллиграмм того или иного кофе, который досыпается или пересыпает, будет менять наш вкус кофе. Все думают, ну, подумают, что насыпали себе сколько-нибудь, типа, тра-та-та, а потом гости приходят, а у вас кофе нестабильное, у вас кофе не тот, у вас кофе поменялось, у вас какие-то там нюансы. Мое то, что мы уже проговорили, может все влиять на вкус, вплоть до того, из какой керамики сделана чашка, как она прогрета, то это мы тоже найдем. С того момента опять же проходит и сама порция кофе. Если мы не досыпали сотую грамма наше эспрессо, наше будущее порцию эспрессо, кофе уже будет иметь совсем другой вкус. Поэтому очень важно следить за порцией. И такая штука, которая показывает нам качество воды. Мы говорили, 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 но самое главное, я еще не сказала. Самое главное, это качество воды, на которой вы работаете. Если вода некачественная, то есть, что это значит? Это вообще лучше всего использовать талую воду, в которой уже, если была какая-то хлора или какие-то там переваливали микроэлементы, чтобы они все осели. Либо талая вода, либо опять же нужно смотреть, чтобы вода была не жесткая и не мягкая. Более средней жесткости для того, чтобы минерализация самих микроэлементов в воде были сбалансированы. Если вода слишком жесткая, наш кофе будет пустой и очень сильно горчить. Он будет даже давать такой, по нему будет терпкой. Хлорка, она сразу же убивает наши все крема и тому подобное. Если вода слишком мягкая, то есть, это осмос, это дистиллят и тому подобное, сам кофе будет слишком-слишком мягкий. То есть, не будет мало микроэлементов, которые должны соединиться с кофе для того, чтобы получить наш вкус. Если это fine, это уменьшение, если это grosso, это увеличивание помола. Поэтому сначала я кручу все полностью в fine, так, чтобы закрутить до самого конца саму пружину или на каких единицах измеряется. Тогда несколько шажочков отпускаю. Пускалю. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА